Добро пожаловать на канал Справочник Студента. С чего нужно начинать написание курсовой работы? Ответ однозначный – написать план. Обычно студентов, особенно первокурсников, это ставит в тупик. Как составить план? С чего же начать? Могу с уверенностью сказать, что содержание работы по другому план невозможно правильно составить без определения объекта и предмета исследования. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как написать план вашей студенческой работы и как определить объект и предмет исследования. Поехали! Как, имея только тему работы, узнать объект, предмет исследования и составить план? На самом деле очень легко. Сейчас мы рассмотрим это на практическом примере. Но перед этим хотелось бы обратиться к моим зрителям. Я знаю, что многие из вас смотрят наш канал постоянно без подписки. И это, к сожалению, не помогает нам в продвижении. Подпишитесь на канал прямо сейчас и помоги нам так же, как мы помогаем тебе. Подпишись и учись легко с нами. А мы продолжаем. Итак, давайте возьмем как пример теоретическую курсовую работу по психологии. Тема работы – особенности внимания детей младшего школьного возраста. Объект вашей работы – это явление или процесс, который широко рассматривается в вашей работе. В нашем случае это внимание. Предмет, в свою очередь, не так обширен, как объект. Это часть, узкая направленность объекта. По нашей теме это внимание детей младшего школьного возраста. Возьмем другой пример – работу по истории. Тема – особенности женского образования в XIX веке. Объектом будет то, что мы в первую очередь рассматриваем. А именно, женское образование или образование женщин. Предмет будет более узкий. Это женское образование в XIX веке. Вот так мы с вами определили объект и предмет по вашей работе. Не так сложно, правда ли? Итак, как теперь, ориентируясь на объект и предмет исследования, составить план? Обычно курсовая работа имеет два раздела. В теоретической работе в первом разделе раскрываются знания про объект исследования. Во втором же разделе описываются особенности предмета. Таким образом, составляем план к теме нашей курсовой работы – особенности внимания детей младшего школьного возраста. Первым в плане работы всегда идет вступление. Без этого никак. Ставим первым вступление. Затем нужно выбрать название для вашего первого раздела, которое будет раскрывать объект вашего исследования. Например, теоретический аспект изучения внимания как психического процесса психологической науки. Разделы курсовой работы состоят из подразделов, где первая цифра – это номер раздела, а второй – поочередный номер подраздела. Итак, в 1.1 нам нужно поставить общую характеристику нашего объекта. Например, 1.1 – внимание как психический процесс. В этом подразделе указываем общее сведение о внимании. В 1.2 раскрываем классификацию объекта, а именно 1.2 – виды внимания. В 1.3 вы можете уже глубже рассмотреть объект исследования психологической науки, а именно 1.3 – теории внимания в психологической науке. Теперь переходим ко второму разделу работы. Второй раздел может состоять уже из меньшего количества подпунктов. Итак, сначала мы выбираем название второго раздела, которое будет отображать предмет нашего исследования. Например, берем особенности внимания детей младшего школьного возраста и факторы его развития. 2.1. 2.1 может быть под таким названием, как особенности свойств внимания младших школьников или что-то общее, например, развития внимания в младшем школьном возрасте. В 2.2 можно сделать акцент на роли школы, родителей или учителей в развитии внимания детей младшего школьного возраста. Когда все подпункты двух разделов написаны, добавьте в план такие обязательные структурные элементы, как выводы, общие выводы, в зависимости от требований методички, список использованной литературы или источников. Иногда может присутствовать такой структурный элемент, как приложение. План, который будет на 90% утвержден преподавателем, готов. Почему на 90%? Все просто. Ваш план, объект и предмет – это черновой вариант, который может быть отредактированный вашим научным руководителем при утверждении. Студенты и преподаватели – это две отдельные личности, которые имеют свое видение о работе. Подчеркиваю, что утверждение плана и вступление курсовой и дипломной магистрской работы – это обязательное условие успеха написания курсовой работы. На этапе утверждения правки преподавателя выглядят не так страшно, в отличие, когда ваша работа по вашему плану уже полностью написана, а преподаватель вносит в нее прав. Поверьте, бывает и такое. Поставьте палец вверх этому видео за старание помочь вам в вашей студической жизни. Всем пока!